Привет всем! Существует мнение, что проезжать глубокую лужу ходом нельзя. Некоторые утверждают, что это может закончиться та же гидроударом двигателя. Но ведь если проезжать лужу медленно и аккуратно, тоже можно столкнуться с серьезными проблемами. Лучше не испытывать судьбу и не форсировать преграду, а объехать ее по другой дороге. Потеряйте время, зато сохраните нервы и деньги. Давайте разберемся, что конкретно можно вывести из строя целый ряд узлов и агрегатов машины, когда мы преодолеваем лужу. Первое, что я могу сказать из собственного опыта, это вывести из строя может подшипник ступицы. Недавно был проливной дождь и в городе прямо на улице поймал лужу. Видимо, подшипник имел ужит эффект и при езде становился горячим, но пока не гудел. Но как только на горячем попал холодная вода, на следующий день начал уже гудеть подшипник. Второе, это электроника. Попадание воды на любые датчики или разъемы погубно отражается на работе в портовой системе автомобиля. Электроника выдает ошибки, появляются глюки и так далее. Третье, это жидкостной насос в системе охлаждения. Помпа. На многих авто такой жизненно важный агрегат, как помпа, также расположен очень низко. И его тоже можно искупать в воде. Как правило, отказ насоса приводит к перегреву двигателя. Так что после проезда лужи следите за температурой и уровнем охлаждающей жидкости. Четвертое, это вентилятор в системе охлаждения. И при проезде лужи вода легко достает до вентилятора в системе охлаждения. Если в этот момент электроника ее включит, чтобы охлаждить мотор, вентилятор может переклинить или он вовсе обломит лопасти о воду. Пятое, это редуктор. Если лужа большая и глубокая, вода может попасть в редуктор моста через сапун. Сразу вы это не почувствуете. Вода постепенно смещается с маслом, уменьшая ее защитные свойства. Шестое, это электроусилитель руля. У современных автомобилей, особенно спортивных, электроусилитель руля установлен на рулевой рейке. Дело в том, что этот механизм установлен очень низко. И при проезде лужи его блок управления можно легко залить водой, что выведет узел из строя. Проблема, когда по рамку вдруг страновица тяжело крутить, хорошо знакома всем автовладельцам. Что делать? Так как поступить, если впереди лужа. Форсировать ее или нет. Если да, то на скорости лечен медленно. В случае, если у машины низкая посадка, то лучше не рисковать. Есть риск солить агрегаты. И остаться в луже надолго. Ну, а если у вас подготовленный внедорожник, у которого стоит шнуркель, а сапуни выведены наверх, тогда даже очень глубокая лужа не станет преградой. Ну, и поломки могут быть разными. Пишите ниже в комментариях, у кого какие поломки были после прохождения водойной преграды. Сейчас хочу с вами попрощаться. И прошу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok